Дарья Сударева Останусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ульяновцы отметили столетие комсомольской организации. Сделано в России, в Ульяновске проходит станкостроительный симпозиум. В домах многодетных устанавливают пожарные извещатели. Дарья Сударева Накануне в Ульяновском наноцентре прошло еженедельное аппаратное совещание. Губернатор Сергей Морозов поднял ряд важных для региона тем и проблем, в том числе водоснабжение Чердоклинского района, развитие сел и деревень, развитие дорожной сети. Подробнее у нашего корреспондента. Аппаратное совещание проходило в Ульяновском наноцентре. Место проведения заседания выбрано не случайно. Губернатор дал поручение главам муниципальных образований сформировать точки развития в каждом районе. Они должны создаваться по образцу промышленной зоны в Заволжье. Умный регион, проект «Умный регион», который у нас сегодня есть, я надеюсь, он у нас в полном объеме сформирован, должен быть в ближайшее время. Кольцево, Смекалин, Никитенко, Морозов. Расшифрован до уровня «Умный муниципалитет». В каждом муниципальном образовании нам нужно будет активизировать эту работу, помочь документально создать вот эту дорожную карту, этот план наших действий, эту программу наших действий. О стратегических задач губернатор перешел к текущим вопросам. На этой неделе обещается похолодание. Обзак к нему должна быть готова в полном объеме. В первую очередь это касается коммунальных служб. На этой неделе гидромедцентр предполагает, что у нас начнет снег. На этой неделе гидромедцентр предполагает о том, что температура будет опускаться ночью до минус 7, а днем до минус 2. И это окончательный сигнал всем, кто еще, так сказать, там никак не поймет о том, что лето закончилось. В том числе и бабе лето. Губернатор поручил проверить всю коммунальную технику, чтобы она была готова к расчистке дорог от снега. Также Сергей Морозов обратился к главу муниципальных образований. Они обязаны еще раз проверить работу всех коммунальных объектов. Весьма не должна омрачаться чрезвычайными происшествиями. Но до начала холодного сезона губернатор поручил решить еще одну проблему. Она касается села Красноярча до Клинского района. Этот населенный пункт испытывает перебои с водой. Цена вопроса, если мне понять не знаю, там полтора миллиона рублей. Ну миллион четыреста. И вместо того, чтобы срочно решить вопрос и выделить из резервного фонда и закрыть эту проблему, все послали по дальнему непонятному пути. А пусть муниципалитет там заложит себе деньги и изыщет эти деньги в процессе исполнения бюджета. В поселении нет дополнительных источников. В чем проблема помочь? Почему такое жестокосердное отношение к людям? Губернатор поручил решить проблему с водоснабжением Красного Яра и средств резервного фонда области. Глава региона раскритиковал работу профильного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство. ЖКХ у нас по-прежнему яма, констатировал губернатор. Министерство зачастую занимает наблюдательную позицию и не вмешиваются в происходящие процессы. В противоположность этому главы области нет претензий к работе дорожного ведомства. В этом году мы, конечно, очень многое сделали, почти 110 километров привели в нормативное состояние по Ульяновской области. И у нас на сегодняшний день один из самых высоких в Российской Федерации дорог, которые соответствуют нормативному содержанию. Ну, как минимум, мы говорим там о городской агломерации. По предварительной договоренности в следующем году на развитие дорожной сети будет выделено еще на миллиард рублей больше. А часть из планированных проектов была доложена на аппаратном совещании. В этом году мы дополнительно от старта, к примеру, января этого года получим 907 миллионов рублей. 500 миллионов рублей будут направлены на начало строительства второго этапа президентского моста в Левобережье. Сейчас готовятся к проведению торгов для выбора подрядной организации, которая займется этой важной задачей. От дорог перешли к развитию сельских территорий. Обз готовится к реализации проекта, получившего название «Мичуринское училище». Или, если быть более точным, современная аграрная школа имени Мичурина. Мы представляем, что это должен быть образовательный комплекс с разного уровня образования, начиная со школьного и заканчивая профессионально. Аналогов этому проекту нет нигде в России, а главной его задачей будет воспитание элит для сел. Школа планируется сделать с круглосуточным пребыванием детей. Открытие намечено на 1 сентября 2021 года. Еще один проект, который касается сельских территорий. Начался месячник, как и промышленного комплекса. Во время него пройдет недельная стажировка руководителей органов исполнительной власти в сельских населенных пунктах. Я тут больше ставлю для того, что каждый должен работать, наверное, по своему профилю в деятельности. Не обязательно, условно, дам министра здравоохранения нам направлять в крестьянско-фермерское хозяйство. Пусть лучше, соответственно, мне кажется, пройдет опыт и практика в сельско-кушерском пункте. Смысл программы заключается в том, чтобы министры понимали, как они должны участвовать в программе развития сельских территорий на следующий год. А жители сельских населенных пунктов смогли бы лучше понимать ее и активнее принимать в ней участие. Егор Титов, Юрий Конехи, Новости Улправда ТВ. Подготовка коммунальных служб к зиме также стала одной из тем прошедшей аппаратки. Областной гидрометцентр передает похолодание и снегопад. Шесть комбинированных дорожных машин МБУ «Даримстрой» уже заправлены жидким реагентом. И еще две – твердым. Из 47 комбинированных дорожных машин 45 уже переоборудованы для работы в зимнем варианте. Они в любой момент могут приступить к подметанию и обработке реагентами проезжей части. Администрация Ульяновска призывает владельцев транспортных средств сменить летние шины на зимние и напоминает про соблюдение скоростного режима. В эти дни на Ульяновском станкостроительном заводе проходит третий технологический симпозиум. Насыщенная программа включает в себя технологические семинары, презентации и панельные дискуссии. В ходе четырехдневного мероприятия представители крупных промышленных корпораций, поставщики оборудования, а также представители региональных властей поделятся своим опытом и обсудят вопросы выбора оптимальных решений для повышения эффективности производства. Уже в третий раз в Ульяновске открылся технологический симпозиум немецко-японского концерна ДМГ «Море». В этом году на нем обсудят актуальные проблемы автоматизации станкостроительной отрасли и системы профессионального обучения. В симпозиуме участвует почти 500 человек. Ведущие станкостроительные компании страны представляют свой опыт работы. «Симпозиум с каждым годом собирает все больше и больше участников. И это вполне объяснимо, потому что все симпозиумы проходят на самом высоком организационном уровне. Все симпозиумы вызывают огромный просто интерес специалистов, экспертов из различных международных, российских, региональных организаций». В этом году симпозиум проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли России. А четвертый симпозиум уже включен в перечень основных мероприятий федерального ведомства. Растет симпозиум. Растет и Ульянский станкостроительный завод. Хозяин мероприятия. Предприятие выполняет задачу импортозамещения инновационной продукции. В 2020 году уровень локализации должен составить 20%. «Мы приняли решение удвоить нашу команду, потому что моей мечтой всегда было выпускать собственные российские станки здесь, в Ульяновске». «Первый день симпозиума ознакомиться с продукцией предприятия можно было прямо в заводских цехах. Здесь ежегодно производится и поставляется на российский рынок около тысячи станков. Сейчас на предприятии осваивают производство новых современных станков с ЧПУ». «Главная тема нашей сегодняшней выставки – это станки новой серии, нового дизайна. Мы взяли нашу текущую линейку «Эколайн» и переработали ее под современные требования производства». Участникам симпозиума продемонстрировали обработку заготовок из металла на 12 технологичных станках. В том числе представили 5 российских станков в новом дизайне и с новым пультом управления. «Условия труда хорошие. Цех чистый, без пыли, без грязи. Самое важное, я думаю, для следствия». Во время симпозиума также проводят экскурсии по станкостроительному предприятию. В них могут успеть принять участие все желающие. Сам симпозиум продлится до 31 октября. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. В Ульяновской области долевые долгострои завершат на федеральные средства. Поручение о направлении из федерального фонда почти полутора миллиарда рублей подписано накануне. С начала года руководством Ульяновской области проведена серьезная работа для решения проблемы обманутых дольщиков. В январе создан региональный фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Сформирован банк земельных участков, которые будут предоставляться инвесторам без торгов в качестве компенсации затрат на завершение возведения объектов. Также принят закон, позволяющий выделить субсидии из областного бюджета на достройку проблемных точек. В этом году застройщику-инвестору в целях возмещения затрат, связанных с окончанием строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории региона, в бюджете предусмотрено финансирование в размере 24 миллионов рублей. Средства направлены на завершение возведения многоквартирного дома номер 140 по улице Красноармейской. Степень готовности объекта на сегодня составляет 97%. В Ульяновской области продолжается масштабная профилактическая работа сотрудниками МЧС. В рамках года предупреждения чрезвычайных ситуаций делегации, куда входят представители главного управления МЧС, соцработники и добровольные пожарные, обходят многоквартирные дома и частный сектор. Специалисты напоминают жителям правила пожарной безопасности, рассказывают об основных причинах пожаров, проводят инструктаж по технике безопасности. Кроме того, многодетным семьям вручают автономные пожарные извещатели, в случае задымления предупреждающие об опасности громким звуковым сигналам. Установка извещателей – это совместный проект МЧС и регионального Министерства семейной и демографической политики. До конца года системы планируют установить еще в шести сотнях домах. Доступные госуслуги. Отдел по вопросам миграции по железнодорожному району теперь принимает граждан по новому адресу. К какому, расскажем в нашем материале. Доступные госуслуги. Отдел по вопросам миграции по железнодорожному району теперь принимает по новому адресу. Улица Локомотивная, 148. Ранее отдел располагался в центре Ульяновска на улице Карла Маркса, 14, что усложняло доступное получение государственных услуг гражданами. Подразделение перевели в отремонтированное помещение одного из зданий территориального ОВД. Задача, которую мы перед собой ставили по воссоединению всех подразделений в одном территориальном органе в части обслуживания населения железнодорожного района по вопросам внутренней миграции решен. С графиком работы отдела по вопросам миграции УМВД России по железнодорожному району города Ульяновска можно ознакомиться на официальном сайте. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ульяновцы отметили столетие комсомольской организации. Центральное мероприятие, приуроченное к памятной дате, состоялось сегодня в Ленинском мемориале. Принять участие в нем пришли полтора тысячи человек. Ветераны ульяновского комсомола, жители города, представители профсоюзов, предприятий, общественных организаций, члены регионального правительства и депутаты. Подробнее у Павла Полового. Сегодня в Ульяновске отметили юбилей комсомольской организации. Столетие комсомола – дата, значимая для Ульяновской области. Большинство предприятий, построенные в советский период, созданы руками комсомольцев. Работали, за что-то работали. Вот сейчас разберемся, за что. Не за деньги, это 100%. За то, что были воспитаны таким образом. О том, что раньше думай о родине, а потом о себе. И вот если родина просила и требовала иногда о том, что помочь, сделать что-то, это делалось, и делалось, повериться мне, от души. Работали тогда, работают и сейчас. Комсомольцы 50-х годов – активные члены современного общества. Накопленный опыт помогает быть нужными и востребованными по сей день. Сейчас была участницей создания ветеранской организации комсомола и перешла в железнодорожье. Когда уже разделились на районы, я перешла, потому что я там работала, мне это ближе. Вот, выполняю те обязательства, которые возложены. Не расстанусь с комсомолом, буду вечным молодым, поется в советской песне. Люди, которые собрались сегодня в мем-центре – прямое подтверждение этим строкам. Вы знаете, конечно, с благодарностью, наверное, каждый из молодых может вспоминать свою юность, тем более мы, комсомольскую юность, что мы и делаем. Вы видите, атмосфера в зале вполне соответствует тому, что, несмотря на возраст, который уже сегодня, мы дорожим тем, чем что мы имели в нашу комсомольскую юность. Ульяновцев приехал поздравить Владислав Третьяк. Тоже в прошлом комсомолец и депутат Государственной Думы Российской Федерации в настоящем. У меня большая честь сегодня от имени депутатского корпуса поздравить с великим праздником 100 лет Комсомолова. И, пользуясь случаем, я хотел бы от имени сборной команды Советского Союза, за которую я защищал 15 лет. На четырех олимпиадах я хотел бы подразумевать вам благодарность и вам. Прозвучало также послание от губернатора региона. В прошлом тоже комсомольца. Спасибо всем вам, ульяновских комсомольцам, за огромный вклад в развитие нашего региона и всей нашей замечательной страны. За все то полезное и доброе, что вы сделали для нашей великой и малой родины. После официальной части и награждения бывших комсомольцев за сегодняшние заслуги, собравшихся порадовали праздничным концертом, состоящим из песен комсомольской юности. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. 29 октября в мире борются с инсультом. В этот день в Ульяновской области прошла акция «Стоп инсульт», которая охватила медицинские учреждения, торговые центры и общественный транспорт. Как призывали к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания в одном из ульяновских трамваев, расскажет Рината Алиулова. Дневники до пожилых, магнитики для молодых. Пассажирам трамвая номер 22 сегодня повезло. Люди, зашедшие в транспорт, становятся участниками профилактической акции, нацелены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Свой путь трамвай здоровья начал от Северного депо, конечная станция, остановка УКСМ. Все это время внутри транспорта, вслед за кондуктором к пассажирам подходят волонтеры-медики. Студенты медицинского колледжа УЛГУ рассказывают о мерах профилактики инсульта, факторах риска и важности своевременной квалифицированной помощи в случае появления симптомов. Я думаю, что это будет полезно для всех. Мы бы хотели, чтобы люди узнали и первые признаки инсульта, и если что-то случилось, какая-то катастрофа их близких, знакомых, чтобы они знали, как ему помочь. Пассажирам вручили соответствующие листовки и буклеты, специальные магниты, информирующие о первых симптомах инсульта, а также дневники самоконтроля артериального давления и пульса. Владельцу такого дневника теперь необходимо обратиться к участковому терапевту, чтобы научиться правильно заполнять каждую строку документа здоровья. Доченька, я и не проверяю давление никогда. Ну, не знаю, так, таблеточку выпью и все. Как вообще вам такая акция, идея такой акции, правильно ли? Правильно, правильно. Ну что, спасибо вам большое за это. Доброго вам здоровья, все, чтобы вы заботитесь об нас, об стариках. На ваш взгляд, нужно ли такие акции проводить? Нужно спортом заниматься, физзарядкой занимаясь, раз так, спортом нет. Утром-то можно встать, руки в стороны, приседания, вот. А вот лишнего нельзя перегружать. Ежегодно в Ульяновской области от инсульта умирает более 1200 человек. По поручению губернатора Сергея Морозова и в рамках реализации национального проекта здравоохранения в ближайшие годы в регионе планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Рината Леулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. 30 октября в регионе ожидается прохладная погода, возможен снег. Температура днем составит 5 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 6-10 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта «Театральное Приволжье. РФ». С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.